Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакштий Дмитрий, мы продолжаем проходить Bioshock Infinite. После предыдущей серии я выходил из игры, зашел и загрузило меня перед вот этой масштабной стычкой, которая во дворе находится тут, то есть перед входом вот в это помещение, где две аэротрассы, куча врагов и так далее, и так далее, и так далее. В общем, пришлось проходить этот бой заново и смотрите, что заработал, проходя его. Гром среди ясного неба достижения, я убил пять противников выстрелом в голову, находясь на аэротрассе. Выглядело это, конечно, забавно. Случайно у меня получилось, я так увидел, оп, достижение может произойти. И давай стараться еще убивать оставшихся со снайперской винтовки, находясь на аэротрассе, отстреливал им в голову. А если будут еще аэротрассы, я уверен, что будут. Покажу вам, собственно, как я это сделал. Ну а пока давайте продолжать свой путь. Опять Элизабет восхищается всему и вся, но здесь хотя бы есть чему. Такие какие-то большие, не знаю, золотые, позолоченные или вообще бронзовые статуи, непонятно пока, если честно мне. Здесь мы видим пустые ящики. Не знаю, для чего они, для сдачи вещей, наверное, или еще чего-то. А вроде того, я, если честно, с подобными местами не очень сильно знаком. Так, внутрь туда, не знаю, если есть возможность попасть, мы попадем. А пока давайте осмотрим все здесь. Опа, кинетоскоп. Давно мы их в вас не видели. Фитцрой найдена! Дейзи Фитцрой, подлый лидер, голоса народа сбежала. Великий пророк предвидел ее кончину. Только он сможет защитить нас. Пророк наш. Конец. Хе-хе, меня иногда раздражает эта штука. Кстати, осталось... Сколько? 15 кинетоскопов, и это... Будут последние 15 кинетоскопов вообще в игре. Что за звук? Магазинная винтовочка. Блин, они так прям хотят, чтобы я ее взял. Ну, давайте... Попробуем погасить всех с магазинной винтовочки. Сразу же. В укрытие! Расстрел там какой-то. Стрелил ему... И ему каску. Давайте, покажитесь! Давно этой казни я не видел тоже. Что за нафиг. Ну, это вообще самый легкий противник, по-моему, в игре. Жахайте его шок-жокеем, и потом любым оружием просто добиваете. То есть, если есть у вас соль, то это будет очень и очень легко. Некоторые шкафы доступны, некоторые нет. Что довольно странно, что у нас тут... Что за скорострел? А, пулемет этот. Есть также достижения на убийство людей с определенного вида оружия. Вот с этих самых скорострелов есть. Ну, давайте пока с автомата получим... Ачивочку, что ли. Здесь, эмма! Давай-давай! Вообще, есть что-то интересное и в этом автомате. И, конечно, так вламываться в полицейский участок, в склад. Только мы сможем. И, собственно, поэтому только нас и послали. О, сундучок и голософон, который мы тоже давно не видели. Так, мне эту кнопочку нажал. Треклятый ключ, рядовой Уилбург... Уилбург Сайкс, прошу прощения. 5 июля 1912 года. Бычий дом. Работа отдельно. Личная жизнь отдельно. Мне платят за то, чтобы я ненавидел народников. Но что такого в том, чтобы пропустить с людьми фит срой по стаканчику? Когда с ними в ночной смене сидишь, они обычные парни. Похоже, я платил лишку, вышел оттуда, а ключа от сейфа с уликами нет. Если Шмидт узнает, ох, что будет. Но мы нашли ключ. Находили ключ, так что... Урэй! Помните тот ключ в подвале? Сейчас что-то непонятное было. Берем экстракт и увеличиваем. Я даже не знаю. Щит, наверное. Помните тот ключ, который мы находили в баре? Вот, собственно, это он и есть. Тогда я думал, где запертый сундук? А вот он. Собственно. Мы его только что нашли. Разыскивается Дэйзи Фитцерой. Лидер восстания. Ну, бокс этого. Так, локер-рум. Кто-то здесь душ принимал. Голоснорода. Отлично. Полицейский, который читал Голоснорода. Книжку, не знаю, то ли для просвещения, то ли... Еще для какой... Цели, понятия. Если честно, не имею. Давайте идем дальше. Ладно, включаем. Везде мы будем. Пусть плавятся. Облётки. Мычка. Красотища. На 20 себе штуки. Ну и куда нам... Так, вообще нам сюда, вниз, но смотрите, что здесь есть. Давай-давай, открывай. Открывай. Столько всякого вкусного. Да. Отлично. Минус 5 отмычек. Сразу осматриваемся. Возможно, здесь компенсирует калич. Что это такое? Что за позу ты приняла? Ну, не здесь же. Ну, ладно. Так, карабин. Нам не нужен гранатомёт. Тоже одежда. Новый предмет. Шляпа, оружейная кепка. При стрельбе шанс 40%. Что пустая обойма станет полной, без перезарядки. Показать сравнение. Значит, не понял. Так, это я возьму. И знаете что? Давайте-ка осмотрим одежду. Укрепив здоровье... Извиняюсь. Здоровье, закуской или аптечным набором, вы на время становитесь неуязвимым. Оружейная кепка. Полная и без перезарядки. Оглушить противника в рукопашном бою. Что подожжет? Закуской или аптечный? Бла-бла-бла. Даже не знаю. Оружейная кепка. Наверное, лучше. Огневое превосходство. Обойма для всего оружия увеличена на 75%. А вы говорили, что это разные вещи. Ну, посмотрите, текст одинаковый. Ну, кто-то там писал в комментариях, что, мол, ты взял одно про 75%, а у тебя другое. Нет, это абсолютно то же самое, но разные цифры. Учинное keys. Учина противника 60% шанс критического удара. В общем, здесь понятно все. Здоровье, окаживление у вас будет максимум здоровья. Кстати, ни разу не пользовался оживлением. Получить очки здоровья в рукопашной. прыжок с аэротрассы разбрасывает противников без избыточного на аэротрассах оружие наносит на 50 процентов больше урона убийство в рукопашной дает очки здоровья при убийстве противника с аэротрассы 50 процентов шанс на краткую неуязвимость столько всего прикольного ну я думаю излишество буду использовать вещь полезная мы в самом начале и пользовались задержка при перезарядке счетов на одну секунду снижает а это что станет призрачным союзником но это ловушки которые мы не используем почти никогда кстати попробовать попользоваться очень неудобные вещи если честно так щит опять конечно щит карабин оставляем что у нас здесь стол мы обчистили вот здесь вот мы не обчистили ящик бочки нельзя вперед пошли так там вообще вниз надо идти погоди тогда вот мы отсюда пришли или откуда процент на высоте к темпе опять рывки эти и непонятно вроде они исчезли и черт в общем мы пришли туда же только с другой стороны по всей видимости ну да стрелочка это лишний раз подтвердит рывки опять появились непонятно из-за чего после установки нового драйвера вроде все было в порядке на тебе главное чтоб со звуком опять не было проблем совсем печально все что извините ребята я честно не знаю как тоже но будем надеяться что это все таки какая-то маленькая локальная проблема а не глобальная то есть который встречается только здесь и все потому что действительно после того как мы новые драйвера поставили рывки исчезли но вот они опять появляются и меня это подвешивать ну да ладно играем дальше мы инструменты нашли чинли не будет счастлив паршива так и все должны вроде прекратиться не знаю сейчас посмотрел действительно звук сбился и назад его никак не вернул потому что он в общей звуковой дорожке с а звуком из игры что за мы что сейчас тобой будем входить в параллельную реальность параллельной реальности я уже запутался нафиг да да сейчас откроем разрыв подождите только надо смотреть все это ух нифига себе сумка серебряными орлами ну и там в итоге мизер какой-то этих серебряных орлов находился ладно да открываем разрыв что-то Да. Поджог, Дэйзи Фитцрой, 13 июля 912-го. Склад. Знаешь, каково в лесу перед пожаром? Между деревьями мечутся белки, опоссумы и прочая мелочь, обгоняя первые языки пламени. Они уже чуют, что грядет. Но толстые медведи, объевшиеся медом, что расшевелит их, выведет из послеобеденной спячки. Как-то прочитал сейчас криво, но толстые медведи, объевшиеся медом, что расшевелит их, выведет из послеобеденной спячки. Мы отправляемся в эмпорию и посмотрим, можно ли хоть чем-нибудь пронять здешних толстосумов. Что за... Черт, опять те люди, которых мы убивали. Что за... Так, все хорошо, друг. Все отлично. Если делать, перейду, глядите. Отлично. Совсем не поехал. По-любому, киндоскоп другой. По-любому, киндоскоп другой. Копия заложена, поэтому мы просто идем. Чтоб тебя. Еще одна бомба. Мина. Очень похоже на подводные мины. Вообще, они активируются с нажатием вот этой вот штуки. То есть, как только на них надавливают, она активируется. Выходим. Бычий двор. Элизабет сочувствует людям в трущобах, как бы ее за это не убили. Что творится? Кто свой, кто нет. Ты... Что за... Это пицц, Рой. Эти свои. Ладно. Вот как это было. Черт. И второй упал. Воу! Вот как получить, по сути, то достижение. Черт. Воу! 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 Ближе! Нам нужно ближе подойти. Еще противники. Блин, патроны с этого автомата просто улетают. Кто поет? Картина, конечно, жесть. Так, это свои. Ага, народный герой, да. Кто поет? Что за? Кто поет? Я не помню. Я втеку, что, я отправил поет. С... С... И... ... ... ... Бомнишь? Что за? Твоя ночь. Два памятника в одном месте. Вернись к мне. Мы найдем Дэйзи Фитцрой. И мы выйдем отсюда на первую очередь. Что опять творится? Та же фигня со мной. Кровь снова... Кровь носом пошла. Как у тех бедолаг. Слишком много памяти. Для одной головы. Здесь я народный герой. Сейчас мы будем расстреливать. Дэйзи Фитцрой слышит тебя. Вступай в глаз народа. Натуральная война происходит. Повстанческие силы. Вышли. На улице города. Но, по всей видимости, начали пока струщоб. Или... Или такое безобразие творится везде. Не знаю. Кстати, оружие Сибиры нужна еда. Повсюду плакаты с моими друзьями. Повсюду плакаты с моими друзьями. Праздник бунта на улицах. Праздник бунта на улицах. В Колумбии. По крайней мере, в трущобах. Повсюду плакаты. Повсюду плакаты. Повсюду плакаты. Повсюду плакаты. Повсюду плакаты. Повсюду плакаты. Творится эта ерунда. Восстание по всему городу. Но это и естественно. И помните. Снайпера я убью. Помните вот это зелье? Наскок. О, да. Что же это? О, да. Наскокс. Нажмите, чтобы бросить doğru на врагов и навести ему удар торнадоууууу. Нажимаем, отпускаем и получается еще больше урону. Окей. где снайпер ну давай дядька я тут готова у меня чё тут прилетела с нами давай помоги нам пушечка родимыч родимая родимычка где снайпер оу 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 нифига прилетела это снайпера убили что ли понятия не имею что у нас тут были мало патронов все равно вот и дремя а а а Если я принесла нас в мире, где Vox имел оружие, или я создавал их... Ничего нового здесь не появилось, по всей видимости. Ладно, бежим отсюда. Можем пойти народникам помочь. И все остальное. Я больше противников не вижу. Мы так свою первую и не использовали. Так, мастерская у нас. Где мастерская? Пишет там. Ага, вот она точно. Черт возьми. Это не то, что я думала, что случилось. Элизабет. Они мертвы, Буккер. Давай, давайте оставим этот дом. Пойдемте в магазин и получим нашу аэропорт. Это не наша ответственность. Никакого этого. Ты просто открыл дверь к этому миру, и мы перейдем. Ты уверен, Буккер? Я просто привела нас в мире, где Ченлин был жив? Или... Где я его создавал? Неправда. Все долги уплачены. Букер давят. А чего себе? Это мы. 7 июля 1912 года. Великий Ченлин, оружейник. Даже в этом городе у меня нашелся товарищ. Слейд. Он связан с этими народниками. Для гражданских у них на редкость много оружия. Проблема в том, что сначала я должен помочь им устроить революцию. А потом мы захватим дом Комстака. Сделаю это. И, девчонка моя. Вот как это будет в этом мире. Ну... Если ты можешь создавать миры, то это вообще что-то невозможно. на землю. Понимаю. Так. Отлично. Путь вперед открыт. пошли с народниками даже стараться как я при этом полетает от меня нормально давай давай спасибо вот эта вещь вот эта вещь вот это мне нравится и казни открываем ворота и фабрика наша посмотрим что за чёрт прячься прячься а кто еще мы вывести из строя дирижабль ага конечно как мы это с вами сделаем вот ж понятия не имею на на это как высота помню это а ну это это Никакого урона, да? Паршиван. Аааа, чёрт тебя дери. Надо осмотреть. Осмотреть дирижаблю. Ну, я думаю, этим в следующей серии будем заниматься, потому что опять начали рывки появляться. Всем спасибо и всем пока.